я считаю себя необыкновенным человеком потому что я самый обыкновенный человек наша необыкновенность в том что мы не скрываем свою простоту нужно говорить то о чем ты думаешь просто искренне и по-настоящему четыре года мама отвела меня в детскую вокальную шоу-группу где я научилась выходить выступать на сцене а в пять лет у меня было сольное выступление в большом зале я к нему очень усердно готовилась и даже во сне пела концертную песню начал увлекаться вокалом недавно больше конечно играю на инструментах закончил колледж-интернат города курска после травмы я начала заниматься вокалом как лечебная физкультура разрабатывать легкие но потом увлеклась я понимаю что получаю от этого огромное удовольствие и кайфую начала увлекаться вокалом потому что хотелось дарить радость людям это своеобразное лекарство для меня говоря об остатке моего зрения можно сказать что я вижу сейчас столько свет и крупные предметы их цвета вот так виде пятен пять лет я услышала волшебный звук флейты я захотела на ней играть но мне говорили что нет не получится из-за ограниченных возможностей руки но моё упрямство упорство она победила и сейчас я заканчиваю седьмой класс музыкальной школы и моя специальность флейта несмотря на различные ограничения мы должны делать в два раза больше то что делает обычный человек этого недостаточно для нас мы должны каждый день себя преодолевать перебарывать и быть на голову выше обычных людей и тогда что-нибудь получится тот факт что среди инвалидов много активных и деятельных я бы объяснил таким образом что каждый из нас старается компенсировать вот это отсутствие возможности в жизни какие-то вещи попробовать или почувствовать другими вещами то есть там где мы можем реализоваться и еще это объясняется желанием чтобы наверное нас заметили принимали наравне с другими не оставляли в забвении а считали равными членами общества я хочу давать сольные концерты петь на большой сцене и хочу петь дуэтом на самом деле этой мечты не было до этого конкурса а сейчас она появилась мне было очень интересно спеть с антоном беляевым я мечтаю о мировом туре в роли известной певицы музыканта актрисы не хочу продолжить обучение музыкальное хочется всего попробовать везде засунуть свой длинный нос и в общем то почувствовать какие-то вещи то что могут обычные зрячие люди хочет хочется машину поводить там на самолете полетать вот такие вот с парашютом прыгнуть вот я еще не оставил эту идею на самом деле может еще и получится я бы хотела посоветовать ребятам которые боятся или стесняются выйти на сцену знать то что именно ты хочешь донести людям и тогда ты обязательно будешь ими понят не бояться и пробовать себя своих творческих направлениях потому что без этого ты не сможешь открыть свои таланты не волноваться быть сильно любить музыку так как она любит всех нас себя главное оценивать адекватно без там дополнительной какой-то жалости без сочувствия без вызова сострадания тогда все сложится хорошо если есть жгучее желание петь но очень страшно вам точно туда надо идти в свой страх и там абсолютно точно есть много ресурсов и реализации и любви к себе и к людям артист с инвалидностью считается лучшим артистом в мире потому что не как все артист с инвалидностью с инвалидностью сильный артист